День добрый! Здравствуйте! Сегодня мы начинаем работать по созданию рассылки. Сейчас я вам расскажу некоторые моменты, которые нам нужно сейчас до конца завершить. С завтрашнего дня у нас начинается практическая работа. Итак, что мы делаем с вами первое? Рассылок бывает несколько типов, но я выделяю для себя обычно два типа рассылок. Первый тип рассылки – это авторская рассылка. Авторская рассылка, она очень и очень результативная, будем говорить так. Ведь наша задача, собственно говоря, в рассылке – это пополнить базу подписчиков. Вы в финише, на финише выйдете на монетизацию блога. Так вот, самая такая результативная рассылка, у которой самая высокая конверсия – это авторская рассылка. Что такое авторская рассылка? Авторская рассылка – это рассылка, которая первая, во-первых, идет в одну тему с вашим блогом, с тематикой блога. И второе – это рассылка, которая дает очень хорошую информацию для ваших посетителей. На авторской рассылке вы практически никогда никого никуда не призываете, никуда никого не зовете куда-то там, какие-то вступят в компании и так далее. Это рассылка, которая дает исключительно знания, дополнительные знания человеку. Вот когда работают с авторской рассылкой, то результаты обычно очень хорошие. Почему? Потому что такая рассылка, если она сделана качественно, если она дает действительно очень интересный материал, она показывает вашу экспертность, она вызывает доверие у ваших посетителей. И в финале авторская рассылка приводит к очень хорошим результатам. Это первый тип рассылки. Второй тип рассылки – это рекрутинговая рассылка. Нам, собственно говоря, придется с обеими рассылками работать в таком очень хорошем варианте для того, чтобы монетизировать блог. Даже люди, которые не участвуют в никаких MLM-компаниях, даже люди, которые не предлагают никаких каких-то там продуктов определенных, они все равно пользуются рекрутинговой рассылкой. Эта рекрутинговая рассылка помогает им или продать какие-то инфопродукты впоследствии свои, или в финале, если те, кто работает в MLM-компаниях, то, конечно, помогают привлечь людей в эти компании. Давайте посмотрим, что такое рекрутинговая рассылка. Рекрутинговая рассылка делится на несколько рассылок. Первая рассылка – это продуктовая. Я тоже не все рассылки вам расскажу, потому что именно рекрутинговая рассылка, именно дам основные рассылки. Почему? Потому что мы будем пользоваться именно ими. Что такое продуктовая рассылка? Продуктовая рассылка – это рекрутинговая рассылка, на которой вы предлагаете купить свой продукт. Это может быть продукт, который вы создали впоследствии, да, типа инфопродукта, аудиопродукта, там, какого-либо продукта. Или это продукт, например, вашей компании. Но здесь есть такая некоторая тонкость. Продуктовая рассылка – это не обязательно вы сразу начинаете продавать какие-то вещи. Ваша задача в продуктовой рассылке – показать выгоды человека, который будет использовать вот эти продукты. Причем, когда мы будем с вами создавать такую рассылку, мы будем говорить о том, что не нужно сразу называть будет сам продукт. Мы будем говорить о пользе этого продукта. Не важно, какой это продукт. Или это будет какая-то биологически активная добавка. Или это будет какой-то плагин, о котором вы будете рассказывать и так далее. То есть вот это такого типа плана у нас. В финале она тоже у нас выведет на покупку этого продукта. Вторая – это новостная рассылка, которая тоже очень хорошо выводит на какую-либо покупку. И она тоже подразделяется на рассылку, которую для людей, которые работают в MLM-компаниях. И тогда они здесь рассылают новости своей компании. Вот такая рассылка новостная в MLM-компаниях, она, будем говорить, не всегда бывает высокой результативности. Почему? Потому что если очень усиленно предлагать такие рассылки людям, то, естественно, навязывать вот эти акции какие-то, еще что-то, то вы можете получить обратный эффект. То есть отпишутся от вашей рассылки, вы уйдут из вашей базы. То есть здесь тоже нужно очень четко и хорошо подходить, очень правильно подходить к этому вопросу. Люди, которые не работают в MLM, они дают новостную рассылку, например, о создании своего продукта. То есть вы задумали, вы даете новость какой-то продукт, вы показываете какие-то плюсы этого продукта. Вы говорите о том, что вот сейчас, вот прямо вот через какое-то время я выдаю вам вот такую информацию. И вы получите какой-то продукт, в конце концов, в финале. То есть это вот продвижение новостное такое, да. И следующая рассылка, это рассылка для людей, которые работают в компаниях обычно, MLM-компаниях. Это значит, вам нужно будет показать не только все достоинства своей компании, но и дать какую-то информацию о том, что такое, например, сетевой бизнес. Какая польза от этого сетевого бизнеса, какие преимущества дает сетевой бизнес и так далее. Здесь тоже особый подход. То есть вы должны понимать о том, что рекрутинговая рассылка, это не сразу вы кричите, приходите ко мне, я вам дам все самое лучшее, самое хорошее, давайте быстренько записывайтесь. Нет, здесь нужен такой аккуратненький, очень такой ненавязчивый подход к человеку. И мы с вами этим будем чуть позже заниматься. Итак, вот такие вот два типа рассылки. Значит, мы с вами работать будем таким образом. Я предлагаю вам идти двумя вариантами. Первый вариант, это, я его называю оптимальным вариантом. Почему оптимальным вариантом? Потому что, еще раз повторяю, этот вариант очень результативный. Это самый результативный вариант, который есть вообще в интернете, описанном в интернете. Я, естественно, опять же, даю не все из своей головы, как вы понимаете, да, это результат работы, результат изучения того материала, который есть в интернете. Итак, смотрим, что же у нас получается в оптимальном варианте. Как мы работать будем в оптимальном варианте. Мы создаем сайт-воронку, на который предлагаем, на этом сайте-воронке у нас будет такое небольшое видео, которое будет рассказывать о том, что будет в нашей рассылке, да, и будет форма подписки. То есть мы уже с сайтом-воронкой и хорошей авторской рассылкой, впоследствии, мы уже даем конкретное увеличение собственной базы, базы подписчиков. Но это база подписчиков, мы даем авторскую рассылку, но все равно в эту базу подписчиков могут попасть не совсем конкретно ваши целевые люди, да. Но хорошо, что они попадут. Пусть их будет больше, это будет совсем неплохо. Дальше этот сайт-воронка выводит на авторскую рассылку, то есть вот на этот высший пилотаж, который вы можете дать. Этот высший пилотаж, который привлечет людей на ваш блог, который самое главное увеличит базу подписчиков. И еще один очень важный момент, который покажет вашу экспертность и вызовет доверие у вашего посетителя. То есть в этом случае человек, который будет доверять вам, он пойдет за вами везде. Он будет верить вам от и до. Поэтому авторская рассылка должна быть очень информативная, дающая очень много пользы людям. Итак, за авторской рассылкой, в авторской рассылке последнее самое письмо. Вот ваша авторская рассылка закончилась, да. И последнее письмо мы даем с вами с предложением какого-либо бонуса. То есть вы в конце авторской рассылки предлагаете какой-то бонус. Пусть это будет бонус, ну уже готовый у вас какой-то такой одноразовый, какая-то книга, какое-то видео, там еще что-то. Но желательно, чтобы это было, может быть, закрытое видео, да. И не всем доступная какая-то книга. И для того, чтобы получить этот бонус, мы выходим с последнего письма на следующую сайт-воронку. Но вот этот сайт-воронка будет уже у нас с элементами продающей страницы. Значит, на этой сайт-воронке люди получают бонус. И у них там опять очередная форма подписки. В этой форме подписки вы предлагаете уже рекрутинговую рассылку. То есть это люди, которые вам поверили уже с авторской рассылки. Они готовы пойти за вами. И они идут к вам за... То есть уже пошли за вами, будем говорить, к монетизации вашего блога. У нас основной инструмент – это все-таки блог, да. С этого эта сайт-воронка должна привести ваших людей на рекрутинговую рассылку. А вот здесь, опять же, видите, вот у нас идет вот такая линия, очень четкая красная линия, да. Сайт-воронка, авторская, тематика блога, авторская рассылка, она идет по определенной теме. И потом идет рекрутинговая рассылка. Она там будет новостная или еще какая-то, или может быть какая-то компания ваша. Но она тоже должна идти вот в одну тему. Вот здесь, на этом этапе, в этой сайт-воронке, у вас подпишутся конкретно ваши целевые посетители. И с этой рекрутинговой рассылки вы начинаете монетизировать свой блог и получать какие-либо деньги. Это или, если у вас это MLM-компания, будет у вас партнер, или это будет человек, который купит ваш какой-то продукт и так далее. Вот такая схема первого варианта, оптимального варианта. Конечно, я буду работать, создавать свою рассылку по вот этому варианту. У нас есть люди в нашей группе, у которых есть уже авторская рассылка. Может быть надо будет сайт-воронку, подработать сайт-воронку. То есть вот такие вот вопросы, какие-то моменты решить. И создать вот это последнее письмо. Но мы все это будем с вами делать. Последнее письмо с выходом на сайт-воронку с элементами продающей страницы. Вот этот вариант, еще раз повторяю, он самый-самый продуктивный. У него самая высокая конверсия. И очень хотелось бы, чтобы именно вот таким путем пошла наша группа. Но я знаю, что у людей сейчас, но пока еще только начинающих людей, еще нет возможности создать авторскую рассылку. То есть где-то еще человек не до конца понял, что, собственно говоря, он может дать. Где-то человек не совсем имеет, может быть, какие-то знания. Он только вот их начал получать. Поэтому я предлагаю второй вариант рассылки, так называемый начальный вариант рассылки. Этот начальный вариант рассылки начинается с сайта-воронки. Точно так же, на которой есть форма подписки, на которой есть маленькое видео о том, что вам даст эта рассылка. Имейте в виду, что вот создание такой сайт-воронки с таким видео, это очень такой тонкий, очень важный момент. То есть это и в первом варианте, и во втором варианте мы такую сайт-воронку будем создавать. И потом сразу человек выходит на рекординговую рассылку. То есть он авторскую рассылку упускает, он ее не делает. И тут опять же человеку нужно конкретно решить, какая это будет рассылка. Новостная, продуктовая. Или вы будете работать по привлечению в компанию. После этого мы делаем очередную сайт-воронку, которая уже будет не просто с элементами продающая страница, а практически продающая, привлекающая ваших людей на вашу компанию или продажу вашего продукта. Но обычно из моего опыта я знаю, что вот начальный вариант создания рассылки, это обычные люди, которые работают в MLM-компании. Только они только-только начали работать на эту тему. Поэтому вот даже использование, можно сказать, тех рассылок, которые есть в этой MLM-компании. Но там тоже должны быть определенные тонкости. Мы эти тонкости будем решать. Итак, и с этого сайта-воронки с элементами продающей странички мы с вами выходим на монетизацию блога. Вот такие два варианта я вам предлагаю. Значит, что мы должны будем сделать? Посмотрите, я постаралась здесь выложить тот порядок работы, который у нас с вами будет. То есть вроде у нас начало идет сайт-воронки. Нет, сайт-воронку будем делать позже. На первом месте нам нужно сделать рассылку. Вот по первому варианту я прохожу сейчас. Мы создаем авторскую рассылку. Причем пока мы будем создавать эту авторскую рассылку, самый оптимальный вариант это работа с видео. Мы будем оттачивать какие-то вопросы решать по Камтазе, какие-то вопросы решать по тому, как оформить это видео, как его загрузить на YouTube и так далее. То есть это достаточно серьезная работа, и она, собственно говоря, будет касаться всех этой работы. И тех, кто начальную рассылку делает, и тех, кто работает с авторской рассылкой. Дальше мы будем создавать сайт-воронку. С вступительным видео и формой подписки сделали. После этого уже мы можем, в принципе, вот на втором пункте мы уже можем оформлять все это на блоге. Но хотелось бы перейти сразу к рекрутинговой рассылке. То есть опять же она должна вытекать у вас из авторской рассылки. Рекрутинговая рассылка. Мы прорабатываем полностью рекрутинговую рассылку, и только после этого делаем сайт-воронку с элементами продающей страницы. Вот когда мы все это сделали, мы еще должны с вами продумать о сайтах-воронках, то есть у нас будет несколько, которые будут из некоторых писем нашей рассылки переходить на конкретные какие-либо продукты. Или это какие-то инструменты, или это какие-то архивы плагинов, или это какие-то продукты MLM-компании и так далее. То есть видите, у нас работы достаточно много, да? После этого, а может быть в течение тогда, когда мы с вами уже какую-то рассылку сделаем, чтобы она уже у нас начала работать, мы с вами будем создавать флеш-баннеры на блог и устанавливать их на блог, для того, чтобы у нас шла подписка уже теми посетителями, которые приходят на блог. Дальше мы должны будем создать шаблоны писем для новостной рассылки с блога, потому что у нас та база подписчиков, которая у нас подписалась, она должна получать новости с нашего блога. Новый какой-то пост мы обязательно даем эту информацию. Какая-то новость компании мы даем эту информацию. Так вот мы будем создавать несколько шаблонов, чтобы они не повторялись, где у нас в конце каждого шаблона будут определенные такие моменты, которые будут призывать людей и зайти еще раз на какие-то сайты-воронки, которые у нас уже с вами созданы. То есть вот такая вот работа у нас будет. После всего, когда мы все это сделаем, мы со спокойной совестью начинаем создавать страницу на Facebook. Конечно, те, у кого страницы на Facebook нет, но я вам скажу сейчас так. То, что я давала в уроках, сейчас уже прошли изменения на Facebook. Facebook постоянно усовершенствуется. Он доводит, долизывает все полностью, все свои недочеты, поэтому там определенные, так сказать, моменты изменились. Дальше. Вполне возможно, что если у нас пойдет все хорошо, мы с вами начнем работать с рекламой на Facebook. Это очень результативный момент рекламы на Facebook. И потом страница, опять же, страница, продающая на Google. То есть вот эти вот вопросы. И видите, я поставила многоточие, потому что дальше у нас там работы очень много будет. Вот такой вот план работы. Работать мы с вами будем теперь понедельник, среда, пятница. Я очень надеюсь на то, что у меня решится вопрос с интернетом, потому что, ну, прямо какая-то беда в последнее время. Но в понедельник, среду и пятницу я буду выдавать вам видео. То есть это будет такие же, как у нас уроки в Академии были, да? И в понедельник, в среду и в пятницу я почему сделала такой период? Потому что все-таки нам нужно не только что-то делать, но нам нужно, в смысле, только смотреть эти видео и думать о чем-то. Нам нужно будет уже практически выполнять и делать какие-то действия. На это нам необходимо время. Поэтому наша задача будет, получили видео, решились, начали работать, выполняем. К следующему, к среде, в понедельник получили, к среде уже это должно быть все готово. То есть работа такая активная. Помните, у нас май месяц на дворе. У нас июнь, июль, август. Я надеюсь, что мы не затянем нашу работу на три месяца. Ну, не знаю, как пойдет, посмотрим. Но к середине августа у нас должно быть абсолютно все готово. От и до. Потому что август у нас такой, ну, фронтальный такой выход в интернет уже в полном, полной, абсолютной готовности. Поэтому я и выбрала. Я понимаю, что у меня очень удачный месяц, потому что очень многие на даче, очень многие занимаются какими-то вопросами. Я думаю, все равно можно выбрать несколько часов в день. И так уж много это занимает времени для нашей работы. Параллельно. Это еще не все, да? Параллельно мы с вами работаем в нашей группе. Продолжаем продвигать. Я уже вижу, что народ уже научился работать и работает качественно. Поэтому, может, через некоторое время мы группу откроем. А если мы откроем группу, то работы прибавится. Поэтому вот здесь вот такой вот момент достаточно скользкий. То есть люди к вам придут, и эти люди будут печатать свои посты, публиковать свои анонсы. И вам понадобится еще и заходить на их блоги. Поэтому тут надо подумать, стоит ли открывать нашу группу, делать ее открытой. Или пока еще рановато, пока сами будем делать. Плюс ко всему, я параллельно буду вам давать задания. Мы будем выходить и искать группу в subscribe. Будем давать там анонсы. Мы некоторые моменты будем еще здесь изучать, чтобы у нас не было никаких проблем. То есть у нас вот идет еще будет параллельно вот с этой работой по рассылке. Мы будем с вами еще работать и по продвижению, по дальнейшему продвижению. Потому что просто на группе останавливаться нам с вами нельзя. Понятно это, да? Итак, домашнее задание к завтрашнему дню. Первое. Первое и самое главное. Я хочу понять, сколько человек будет работать по созданию рассылки. Поэтому я прошу вас сейчас не писать никаких лишних моментов в комментариях, а конкретно ответить на вот эти три вопроса. Наверное, два вопроса, да? Значит, первое. Это какой вариант работы вы выбираете? Это вы пишете, выбрал первый вариант оптимальный, второй вариант начальный. Дальше. Мне очень важна тематика рассылок и особенно, если это будут рекрутинговые рассылки, то какая-то рассылка будет новостная или она будет продуктовая, или она будет о преимуществах вашей компании. То есть вот, или еще что-то вы будете делать. Почему мне это очень важно? Вот посмотрите, если у меня сейчас из всей нашей группы люди, например, оптимальный вариант выберет два человека, а остальные все выберут второй вариант начальный, то, естественно, нельзя будет терять время на авторскую рассылку. Значит, я ее буду делать самостоятельно и буду в личке общаться с этими двумя людьми, если они захотят это сделать, да? И тогда мы сразу будем работать по рекрутинговой рассылке. Я понимаю, что те, кто будет по первому варианту работать, у них тоже будет рекрутинговая рассылка, но она у нас одновременно пойдет тогда у людей, которые готовы работать с авторской рассылкой. Это оптимальный вариант. Вот этот вопрос мне надо решить. Вы понимаете, что он достаточно важен. То есть я должна понять, с чего мне начинать. Иначе, если будет огромное количество людей из нашей группы ждать рекрутинговую рассылку, то это уйдет время. А я буду работать сначала по авторской рассылке. Вы меня поняли, да? И еще мне очень важно, еще раз говорю, что если по рекрутингу те, кто выбирает оптимальный вариант, пишут, что это оптимальный вариант, тема рассылки такая-то, рекрутинговая рассылка будет такая-то. То есть в оптимальном варианте будет две рассылки, да? Кто делает второй вариант начальный, те пишут, что рекрутинговая рассылка, то есть второй вариант, рекрутинговая рассылка, тоже пишут, какая она будет, новостная там и так далее, тема или будет такая-то. То есть вот эта информация мне важна для дальнейшей работы, чтобы мы не делали с вами пустую работу. Все это вы делаете, еще раз повторяю, очень аккуратненько. В комментариях ничего лишнего не пишите. Пишите просто конкретно вот данную конкретную информацию. Я очень жду эту информацию, потому что мне нужно ее получить сегодня вечером и решить, с чего я завтрашнего занятия, с чего я начну завтрашнее занятие. Все. Спасибо за внимание. Жду вашей информации. Всего доброго.